Так, настало время нам с вами разобраться, уже поближе подойти. Вы, наверное, заметили, что если вы начинаете вот что-то лепить, да, то получаются такие квадратики-пиксели, да, а если не при виде, господи, еще и потянуть это дело, то мы можем увидеть, что происходит, да. И это, в общем, сильно-сильно подрывает желание скульптить дальше. Почему это происходит? Это происходит из-за того, что сейчас, пока мы не включили Дина Топова, он тянет, не создавая новых полигонов, а тянет старые. Везде, конечно, есть предел, понятно, да. Поэтому, если мы пойдем в Дина Топова, тут у нас стоит 12 пиксель, что это? Давайте мы уменьшим их, допустим, до 5. Сделаем кисть побольше. И начнем вытаскивать. Так, мы видим маленькие такие полигончики. То есть, чем мельче, это мелкие полигоны получаются, но тем сложнее с ним работать. То есть, надо искать какую-то серединку, допустим, 26, скажем, и затянем. Ну-ка. F. И потянем. То полигоны будут у нас довольно крупные, видите? И как бы ни нажимали, мы потом shift, пытаясь сглазить, получается полная мяка. Посему, такой совет, Дина Тюб включить, мы его не включили, кстати, и сказать, констант деталь. Констант это постоянные. То есть, вот он будет добавлять постоянные полигоны, да? И вы видите, они довольно-таки крупные, правильно? Теперь мы тогда сходим сюда и скажем, что у нас, допустим, 12 resolution. Да? Уже видим, что так уже можно работать. И зажав shift, это все сглаживать. Так. Посмотрим дальше. Допустим, у 16. То есть, видим, что совсем другое дело, да? Можем работать с этим. Так. Еще есть такой момент, если мы отключим симметрию, да? И вот здесь сделали, рисовали, рисовали ухо, допустим, да? А потом, ой, блин, а забыли. И что теперь делать? По новой скульпте, это с ума сойти. Поэтому здесь есть такая штука, называется симметрия. Так. Стоп. Симметрия. А здесь по какому он будет симметричный? О, он вообще куда-то делся. Так, сейчас мы еще раз делаем. Вот. Вот ухо. Да? Вот. Такое вот ухо. Ничего не сделаешь. Вот такое ухо. Лучшего пока не умею. Так. Назад. Назад, назад. Тут вот в чем дело, ребята. Дело в том, что если у вас так получилось, что вот тут ухо вот так, допустим, да, на другом конце его нет, и симметрия у вас отключена, то вы можете тогда пойти где на топ и сказать, что вам нужна симметрия. Но х, то минус х. Если вы сделаете другой, допустим, то он сравнится с чем-то другим. Понимаете, да, если эта поверхность будет гладкая, но я сейчас продемонстрирую. Новый скульптинг. Нет, не сохранять. То есть я отключаю симметрию и вот тут что-то делаю, допустим, да. Делаю, делаю, делаю. Потом вспомнил, что у меня симметрия не включена. Ах ты, елки-палки. Grosses Eye. Как немцы говорят, огромное яйцо. Так. Вот, допустим, так сделали. То, включив DinoTube, Dino Topo, мы скажем, что вот отсюда забрать надо вот сюда. С этого плюса. Х на минус х. И скажем, симметрия. Вот, видите. Все. Теперь оно появилось. Отменим. Если мы скажем, что тут другую возьмем пропорцию, вот эту, допустим, минус х, то плюс х, то получится так, что мы эту ничтошечку, скажем. Потому что он сравнил теперь себя вот с этим эксом. Понятно, да? Вот. То есть, очень удобная штука этот. Так. И потом еще у нас есть так. Один параметр. Так. Это же мы тут. шифт. Шифт. И сразу же начинаем заглаживать тут. Вот. И сразу смотрим генотип, релатив, меняем на констанцию. и у нас будет большие, константные, постоянные такие, да? А если мы сделаем побольше, то у нас будет маленькие, но тоже постоянные. Вот это мне очень нравится, штука. Так. Хорошо. Это мы с вами изучили. Теперь, если у нас, скажем так, слабенький компьютер, что мы будем делать. То можно, ребята, попытаться так. Так. Вытерял. Стопил. Здесь разные настройки есть. Random это разные будут цвета. то есть текстуры у нас здесь нет, нам текстуры не нужны. По сути дела, материал нам тоже не нужен. Так. Flat. Что такое? Это плоскость. Это плоскость. кап. кап. Так. Что же делать, если вы заметите, что у вас что-то компьютер перестал тянуть? Посмотрите вот сюда прежде всего. Есть включается. Здесь бывает по умолчанию вот это включено. Тогда все эти грани лучше видны, скажем так. Ну, удобнее немножко работать, да? Но если это вам тормозит компьютер, то ну её нафиг, да? Поэтому отключайте вот это вот. Здесь есть outline, то есть снаружи появится какая-то обводка и так далее. Но это нам пока сейчас не очень волнует. Пока нам надо вот это отключать отключить. Вот. И тут себе что угодно дальше делать. Смазывая заодно. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. То есть понятно, да? Ну есть ещё одна интересная кнопочка, о которой можно было бы упомянуть. Это вот конца деталь. Ладно, мы начинаем делать, да? Допустим, подождите. Где у нас накладывания очень большие получается, да? Потому что здесь встаёт три по обмолчанию. Нам это не надо. Мы если делаем галочку, да? То мы давайте сразу до 12 увеличим. Это вот так. и констант деталь, то есть у нас одинаково они будут. Видите? Накладываться будет здорово. Но если мы хотим, чтобы это сразу сглаживалось, не знаю, хорошо ли это или плохо, то здесь есть smooth шейдинг. Вот. И он сразу начинает сглаживать. возможно это тоже имеет место быть. Так, если убрать это, то мы видим обычную штуку, увеличив количество полигонов, мы сделаем их мелкими более. И с помощью зажав шифта можем сразу их сглаживать. То есть это гораздо приятнее, я вам скажу, чем иметь автоматический smooth. Мне это не нравится особо. Так, контрол вы знаете, он внутрь сдавливает, а так наружу, а так он сглаживает всё. Так что, ребята, скоро мы с вами научимся уже действительно делать скульптинг. Я надеюсь. Ну, а пока так. Вот, по мелочам, крохотными шажками идём. Во всяком случае, это видео многих поможет избавиться от неприятного чувства, что ж она творит-то. То так, то эдак, то вот эдак. А так приятно работать, как с глиной. Раз, раз, складиваю. Надо добавить сюда и опять складиваю. То есть, можем получать любые. Сейчас я для обложки. для обложки. Ну, вот так, допустим. Чтобы было заметно. Что такое дюна топо. всегда можно включить, всегда можно отключить. Окей. недобавки.